Друзья, всем доброго прекрасного утра из солнечного и морозного Колорадо. Так, ну я забыла очки, поэтому буду вот с одним прищуренным глазом. Сегодня выходные, а это значит, что я еду на свою вторую работу. И честно вам скажу, вот сколько это все уже происходит, два месяца, каждый раз я прихожу на работу с огромным удовольствием. Вот что значит, когда нравится место, в котором ты работаешь. Ну а как такая красота может не нравиться, а? Вот такой офигенный вид у меня открывается из наших большущих окон нашего кафе. Извините за тавтологию. Thunderhead. Так, ну уже где-то месяц я работаю в таком crazy режиме. Что я имею в виду, то есть у меня есть основная работа, 40 часов в неделю и на выходных я здесь, суббота и воскресенье. Ну, слава богу, не так долго, по 5,5 часов. Как долго я смогу выдержать такой график, фактически без выходных, не знаю. Муж меня спрашивает, типа, Виктория, как долго ты вообще собираешься все это продолжать? Ну потому что каждому человеку нужны выходные. И даже, может быть, нисколько отдыхать, потому что я по-прежнему считаю, что я не сильно перетруждаюсь. А как заниматься своими делами, не знаю, хобби, ходить куда хочешь, в конце концов, сходить подышать воздухом, покататься на лыжах. Потому что это, в принципе, одна из причин, зачем я здесь, не знаю, в конце концов, шопинг сделать. В общем, честно скажу, не знаю, сколько я выдержу в таком графике, но пока продолжаю и увольняться не собираюсь. Ибо, ну как уволишься, посмотрите, какая красота. Это энергия, знаете, все катаются на лыжах. Вот это, не знаю, офигенная энергия лыжников. Какая-то тусовка, движение, приготовление еды, прекрасный вид из окон, погода. В общем, все обожаю. Вот, в общем, для себя я решила так. Ноябрь я еще в таком графике как-нибудь побарахтаюсь. Ну, а там уже будем посмотреть. Потому что все-таки, ну, жизнь для себя, она должна быть. Не все только должно быть посвящено работе. И это прекрасно, конечно, сейчас можно что-то подзаработать. Деньги нам очень сильно нужны. Но я считаю, что как бы сильно вы не находились в какой-то такой сложной ситуации, можно себя вот в таком графике держать только ограниченный период времени. Ну, а потом, конечно же, нужно думать о себе, о своем здоровье и все-таки о какой-то жизни. Потому что она у нас существует не только для работы. Я поняла, что особо никогда не показывала нашу ски-эрию. Но вот сейчас такой быстрый обзор. Да, и хочу заметить, сейчас у нас 9.15 утра. Посмотрите на трупы людей. 9.15 утра. Подъемники открываются в 8 или в 8.30, вот точно не помню. Поэтому не нужно удивляться, что автобусы здесь просто битком набиты лыжниками, которые держат сноуборды и, в общем, подобное оборудование. Так, вон, welcome center с американским флагом. Кстати, как я добираюсь на работу? Но уже не раз рассказывала, что мне приходится использовать подъемник. И вот первый раз, в свои первые дни, когда я только собиралась работать, у меня тут же возник вопрос. О боже, а как я буду добираться? Сколько времени мне понадобится стоять вот в такой вот очереди? Да, сколько часов мне нужно будет, чтобы добраться до работы. Так вот, хорошие новости заключаются в том, что вот для работников есть специально отдельно выделенный проход. Вот видите? Working employees only. Вот он. Поэтому мне не нужно вот выстаивать в такой огромной очереди. Я сейчас сюда вот зайду, покажу свой пропуск. И все, и я уже в кабинке. Кстати, давно хотела сказать, как я приспособилась подниматься в подъемнике 15 минут. У меня есть вот такой йога-мат, который я стелю на сидушки. И поэтому 15 минут я еду в тепле, мне не холодно, и я замечательно себя чувствую. Вот так-то. Понятно, что если ты едешь в лыжном костюме, тебе нормально, но я-то на работу не одеваюсь так тепло. Это и к тому, что под любые условия, ребят, можно приспособиться. Покажу место, где я работаю. Называется Thunder Pet Lodge. Вот как видно отсюда, гондола приезжает прямо в нашу локацию. Можно отлично покататься на лыжах, приехать сюда, насладиться ланчем. У нас очень большой выбор еды, начиная от традиционной американской. Это, конечно же, бургеры, жареный картофель, френч фрайс. Вот, точно так же большой выбор супов. И есть что-то более healthy, да, то есть это рис с овощами или рис с курицей. Там какое-то мясо с соусами, йогурты, салаты. Ну, понятно, сэндвичи без них никуда. Очень красивые лампы, которые я обожаю. Вот там вот дальше это бар. Сейчас я, надеюсь, его тоже покажу. Так, девчонки уже начали обедать. Ууу, good. Так, я стараюсь идти медленно, но, ребят, еще придется мне, походу, что-то говорить, потому что вот эта музыка, которая звучит постоянно, ее YouTube, естественно, часто блокирует. В общем, надеюсь, что сейчас это пройдет. И поэтому вот стараюсь что-либо объяснять. Ну вот, название Thunderhead Reds, это бар. Чем мне нравится наш бар? Как вы видите, ответ очевиден. Вот такой офигенный вид. В общем, фактически, в нашей локации с трех сторон вот такие огромные окна. Вот, соответственно, очень много света. И в любой точке, где бы вы ни присели, открывается просто потрясающий вид. Да, и одно из моих любимых мест. Вот оно. Это открытая терраса. Как видно, сегодня у нас, кстати, ноль фаренгейт. Это где-то минус 30 по-нашему. И вот видите, там молодой человек с коктейлем сидит, отдыхает. Я люблю обычно заглядывать сюда в свои редкие выходные дни, попить кофе и посидеть именно на этой террасе. Ну, вид говорит сам за себя. И, кстати, когда вы находитесь на вершине горы, то, несмотря ни на какой холод, в общем, солнышко делает свое дело. Можно принимать приятные солнечные ванны. Ну, в общем, краткий обзор сделала. Смотрите, на мой сегодняшний обед сегодня. Йогурт, апельсинчик и вот это вот называется как оно? Chicken. В общем, это коричневый рис, сверху курочка в соусе, перчик я еще добавила, помидорчик, вот огурчик, тут лайм. В общем, выглядит супер. Думаю, что и вкус будет тоже супер. Так, посмотрела отснятый материал и поняла, что у меня как-то прическа сегодня на бок съехала. В общем, сейчас вроде бы уже все в порядке. Ха-ха-ха. Как я смотрела в зеркало утром, непонятно. Да. Теперь все-таки о выходных, которых у меня по сути нет. как я вообще выживаю в подобном режиме. В общем, меня спасает то, что на моем основном месте работы есть официальные праздники, такие как был вот Крисмас, Новый год и, конечно же, банк у нас закрыт в эти дни. А, соответственно, я не работаю и для меня это обозначает, что у меня будет выходной. Эти дни я активно использую для того, чтобы покататься на лыжах. Блин, ну а что еще делать, когда живешь на лыжном курорте? Правда? Печальная ситуация заключается в том, что следующий официальный выходной, это, по-моему, слушайте, хотела сказать и забыла, по-моему, Мартин Лютер Кинг, но я не уверена. Будет аж через две недели. И, как я вот посчитала, 19 дней никаких у меня выходных не будет. В общем, посмотрим. Но и здесь у меня есть такая лазейка, как отдохнуть и заняться своими делами. В банке я должна время от времени работать по субботам. И когда это происходит, вот случится это на следующей неделе, то среди недели мне дают полдня. Соответственно, я работаю до 11 и потом свободно. И я решила, окей, 19 дней а-ля без выходных, но, тем не менее, в этих 19 бесконечных днях у меня будет в два раза практически больше, чем половине дня для себя. Ну, вот так вот я и планирую сейчас выживать до конца января. Ну, а там, как я уже говорила, посмотрим. Потому что, ну, в таком графике все-таки мне не очень комфортно жить не потому, что я сильно перерабатываю и устаю, а потому, что мне нужно время для себя. Так, я отработала выходные. Это было какое-то сумасшествие, я вам честно скажу. После Крисмаса и сейчас в преддверии Нового года столько людей, и это был просто, я не знаю, нескончаемый поток через вот кассу. К концу дня я уже просто, знаете, ну, кто работал с наличными, тот меня поймет. Когда ты смотришь на экран, я вижу кнопки, и у меня уже такое, все, там, где вот эта кнопка? И мне уже надо, знаете, резкость навести. О, боже. Фух. Ребят, сегодня, наверное, первый день, когда я сразу после работы не прыгаю в подъемник и еду назад. Вот просто решила взять 10-ти минутный брейк, сейчас вот пью чай, просто дышу воздухом и наслаждаюсь снегом. Устала ли я? О, вау, I'm sorry. Кстати, что-то у меня такое? Не знаю, у меня все в порядке, в камеру смотрится как будто у меня на губе что-то. В общем, ребят, устала ли я? Да. Потому что это огромный поток людей. Я не знаю, побили ли мы рекорд вчерашнего дня. Вчера был очень большой выторг и, по-моему, 14 тысяч людей вот через нас прошло. Но, тем не менее, я не устала больше, чем у себя в стране, когда у нас тоже были праздничные дни. Я прекрасно помню этот поток людей, который просто вот идет и сносит все там витрины. У тебя стоят голые витрины, потому что все подарки раскуплены, и ты на кассе, знаете, такой как Виртуоз Моцар. Три секунды готово, три секунды готово. А когда акции были, это же был вообще АТАС, то есть ты каждому озвучиваешь какие-то акции, миллион вопросов, какие-то купоны. И вот, когда стоишь несколько часов вот так на кассе, уже к концу дня ты не можешь говорить. У тебя во рту все пересыхает, ты даже не можешь разговаривать. Ну вот, где-то что-то подобное я чувствовала сегодня уже к концу дня, когда я пыталась озвучивать сумму, и уже, like, там, 28, я уже просто оговорила и показывала параллельно на табло. У меня просто уже не было сил на пройденошение какое-то там супер. Так, ну все, отдохнула. Все, еду домой. Завтра предстоит очень интересный день. В чем он интересный, расскажу по ходу событий. Ребят, вот за что я люблю вечер в Стимбате, тем более в Ски-Эрии. Во-первых, у нас все елочки наряжены в огоньках. Все это горит. Честно говоря, такое офигенное настроение. Вот смотрите, кафешка классная внизу. Там он огонь, люди там пиво часто пьют, сидят. Не знаю, наслаждаются видом. Вот уже, пожалуйста, открытая веранда. Супер! Понятно, что здесь музыка играет, движение постоянное происходит. В общем, супер! Да, вот он наш город Стимбот Спрингс. Уже, кстати, подъемники позакрывались. Это вот последний поток туристов. Сцена, елочка. В общем, супер! Я всегда любила атмосферу на лыжных курортах, честно вам признаюсь. Вот оно того стоит. Первый раз, кстати, когда я попала в Буковель, я особо не каталась на лыжах, но для меня просто важно было погрузиться в эту атмосферу и вот я кайфанула тогда по полной от всего происходящего. Да, кстати, я нашла все-таки разгадку, что это за такой шар воздушный у нас летает практически каждый уикенд. Это, оказывается, туристы у нас катаются и осматривают окрестности. есть и такая развлекуха. Так, ну все. Надеюсь, было интересно послушать. Не забывайте подписаться на канал. Впереди еще много-много-много интересного. Всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok